ох ты ж блять тащи так вверх подними тащи вверх это хороший краснопер достойный вот такой друзья друзья ну такая красавица почти пятерочка до новых встреч друзья ну уважаемые зрители а мы с денисом продолжаем наш длинный путь на рыбалку все только начинается поехали все 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 денис расскажи как твои ощущения мое ощущение самое отличное я доволен я добрался отсюда ну я не знаю надо посмотреть какой у нас там апеллинг азимудальность ну-ка что там приборы показывают горы показывают по нулям да ну вот смотри мы сейчас рюмку выставляем эту третью прям не вот туда вот с курса сбились а зиму потеряли это у нас типа рк вот так как короче мы заходим с денисом раз вот вау вот так вот вообще на нормалды короче шпилинда надо курсу подредактировать да чтобы полный был чтобы полный да ну да давай подредактируем все на паузе пока да уходим короче на это девиацию списывать так ну че мы тут с денисом короче девиацию списали и смотрите уважаемые зрители мы короче выходим прям вообще нормально шли в тумане и прям вышли прям вот и видно как вот хоровод такой вокруг сопки вот таких вот замечательных облаков очень красивое зрелище да вода очень большая вода мутная но нас это с денисом не пугает денис скажите пожалуйста вас это пугает меня это не пугает будет отличная рыбалка я думаю хоть и в большую воду но сделаем это красиво да ну вот это просто красота если вот сейчас прямо не знаю на камеру видно или нет они прям видно как они двигаются с такой определенной скоростью даже не могу точно сказать но это просто замечательно я думаю надо еще раз писать девиацию частоты вы не против денис вы не против да ну давайте спишем девиацию так и да . всем доброго времени суток банда сегодня мы с денисом на горной речке выдался такой коридор и решил почему бы не воспользоваться им и не съездить отдохнуть вот вода у нас все еще в большом уровне начинает у нас светлеть и мы сейчас просто для души постараемся половить обитателей горных рек вот но заодно и испытать кое-какие воблеры покрыть пакетик многие зрители не задавали вопрос ордер и саня грит воблер играет и тума говорит все где их можно купить как купить я начал людям отвечать говорить что воблеры и тума теперь уже нигде в этой жизни не купить фирма куэкс прекратила свое существование и начали поступать другого рода вопросы саня чем можно заменить эти воблеры вот и как бы сказать в моем поле зрения именно почему-то не знаю так сложилось что попали воблеры strike pro вот посмотрел я хорошее качество нормальная ценовая категория соответствующая сегодням реалиям нашей экономики скажете да не дешевая согласен да не дешевая и тума были дешевле мы были дешевле тогда чуть-чуть были времена другие когда три года назад были и тума да как бы экономические дам strike продумаю та же самая практически ценовая категория и соответствующие качества я их взял как бы сказать вот столько даже сильно не вникал я такие чего и все у меня воблеры по одному экземпляру и я буду пробовать ну давайте наверно попробуем с какого-нибудь с какого-нибудь не знаю например вот с такого вот кренки x50 заглубление до от 0 3 до 0 7 вот и буду его пробовать вот так вот он выглядит такие вот тройники хорошая достаточно толстая проволока это важно для горной рыжки чтобы не рвалась губа нашего хищника сделано качественно имеются вот такие шары для дальнего заброса хороший вес всеми 5 грамма глубина от 0 3 до 0 7 и вот такая вот тигровая окраска она мне всегда приносила самых трофейных рыб и думал что нужно попробовать ну давайте банда попробуем ну вот уважаемые зрители мы с денисом приплыли на предполагаемую точку и сейчас будем пробовать делать первые забросы вот уважаемые зрители первый заброс данного воблера strike pro кренки x50 и сразу же прям конкретный отклик пятнистого хищника вот такой хороший проходной пятнистый леночек прям неугомонный какой то ну что то дорогой и видим брал он его уважаемые зрители не по фигне видите средний крючок это говорит о том что он рассчитывал его проглотить прямо поперек целиком это значит о том что он не заметил никакого подвоха и не осторожничал это свидетельствует о том что он прям безо всякого подвоха решил ужалить данного воблера очень цепкие тройники видите как за губу ему зацепилось четко я положу я прям знал что он сейчас будет прям без вариантов готовься сейчас это можно подождать варианта вот видишь под кустом провести но сейчас кидать нельзя нужно чтобы был маленький снос такой вот появляется примерный снос ложишь туда и почти не крутишь под кустом видишь пускаешь делай то же самое не клюнул я знал что ты там есть дорогой какой он маленький и сильный леночек ты смотри ты смотри чё творит шутки я знал что он и я что-то прям сегодня такие живые все ну вот видите уже второй ленок взялся тоже очень хорошо вот скажи вот как тут дальность заброса не важно конечно важно родились вот уже очередной красавчик кидай кидай под берег денис я дистанцию держу чтобы это сильно не напугать пока я его принимаю мы здесь еще пройдем не раз я просто блин не хочу их прям сейчас шугнуть блин а самбо тебе позволить оттуда кинуть ты должен до кинуть ты видела как мелькнул я падлик прям видео такой мой мощный да 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 нифига нормально а денис давай работай над персонажем тамешка наверно нет ленок ну вот денис выводит ленка у него остатки от ютума в данный момент это ютума самбо местный леночек вот такой красивый ну жадно захватить захватил сзади прям так четко взял сидит отлично хороший ленок красивый и тума самбо но их сейчас уже уважаемые зрители нету хороший воблер замечательный сожалению больше уже не найти догнать прикольные что так и и так и и Субтитры сделал DimaTorzok Аж подпрыгивая, да? Субтитры сделал DimaTorzok Денис победил Клиночка Ну что, уважаемая банда Обкатал я вот такой вот воблер От фирмы Strike Pro Кренки X50 Вот, и ложу его обратно в коробочку Видели, как он хорошо летит Система дальнего заброса Шумы, отличная окраска С этим воблером мне вот Стало все понятно Половив буквально часик Я все понял И однозначно могу вам рекомендовать его Понятно, уважаемые зрители, что Все воблеры попробовать не успею И вот сейчас у меня есть такой воблер Загрублением от полутора метра до 2,2 Вес его 9,4 И называется он Вот я вот так вот подписал Кабби Кренк 55 Вот Видно, что у него уже такая лопаточка побольше И хочу попробовать Поработать вот таким воблерком Более глубоким Посмотреть, как он Будет работать Все тут выбирай Там, если под берегом не взял Тут можно выматывать аккуратненько Чтобы не перехлестнулся И нужно кинуть выше Чтоб зашел и прошел туда, к залому Здесь они по-любому стоят без вариантов Я говорю, вытаскивай, когда на подъеме Помедленнее, чтоб не перехлестывался Я тоже не удержался Уважаемые зрители Хоть у меня воблер и глубоководный Вот он Видите, все было четко, понятно И габби кренк глубоководный тоже работает И мы отходим От корчей И как понятно было Леночек здесь уже покрупнее стоит Наверное, я попрошу помощь Дениса Помочь мне его забрать Мне еще нужно управлять лодочкой Чтоб нас никуда не занесло Видно, что он вытворяет Просто не бойся Так его отходить Вода под 90 градусов С 거지, как такая Вот он, красавчик Хороший, мощный ленок И в пасти у данного здорового ленка Strike Pro Gabby Crank 55, уважаемые зрители Это был первый заброс данного воблера И видно, хватал он его практически поперек Субтитры сделал DimaTorzok